а добрый день здравствуйте уважаемые друзья блогеры судьи 24 августа понедельник утра погреть перемех сотрудник опальный бывший комитета государственной безопасности церковь бессона все-таки но вот я немножко вылетал ситуацию не комментировал попросили искать сравнение по поводу ситуации нарастающей беларуси да большое спасибо за поддержку канала номер чего то есть толчок средства канал развиваем ну друзья мои вы понимаете у любой проблемы у любого конфликта еще и потайная сторона да но давайте так я сегодня уже можно говорить об этом говорят уже в белоруссии до сосед очень был своем советского среда еще центр управления подводным флотом советского среда и на сегодняшний день он тоже там остается но так ученые таскать в рамках советского союза распределили что географическое пространство на темольным наиболее оптимальная система управления она беларуси поэтому сабы и за и со времен так сказать распада советского союза сокрученных двух сторон соглашения и эта база является сегодняшний день определяющей базой в беларуси это по сути дела мы управляем подводным флотом россии так сказать который находится в тихом и крайнем атлантическом именно там является и так далее поэтому у лукашенко его режима будет там все нормально уже по этой причине кстати один из пунктов оппозиции это выход из всех двухсторонних соглашений россии с россией и том числе и по этому соглашению который обеспечивает функционирование нашего флота в этом плане очень интересно житель истории конфликтов да ну скажем вот как ни странно но конфликт один из первые кровавые годы перестройки между армянами и азербайджанцами карабахский конфликт он как бы в той местности где мы строили станцию слежения за российским за левым индийским океаном запуска ракет станциях создана и построена до конца не было то же самое чернобыль до чернобыль одна из одна из задач станции он запитывал санкции слежения которое было и так далее то есть ну помимо того что сама авария обошлась только 15 20 процентов бюджета годового страны что в условиях развала экономики коробачева существенным был грузом ложилась на и так далее но из другая задача была поэтому когда нам говорят об случайности аварии да что там какой-то инженер выполнил команду неправильно не затушил вот эти но будет из вас техникой обслуживал стимуляторами узнать что она рассчитана на дурака а задача следствия всегда и судов это таскать прокурора задача словесной завесой запуску называется простите запутать мозги и скажем так уйти от истинной причины проблемы да поэтому никто это не было ни авария все основания полежит а была диверсия задача была прервать систему питания вот который запитывала станцию скажет фактически вот это вот единый комплекс управления вооруженными силами советского союза на фирмен горбачева начинаем постепенно постепенно разрушался до то есть разрушались центры управления стерцеснижение и так далее в этом плане до проблему лукашенко были но это все было в том что он не набирал 8 процентов он набирал 50 процентов 49 52 но батька решил нарисовать себе цифру 80 хотя на самом деле деревне и малые города они сюда его поддерживали до большинство населения до столицы всегда таскать интеллигенция столичная всегда таскать вот она такая но вся страна его поддерживала и но он датка захотел иметь 80 процентов что общем-то являлось с точки зрения управления для него преступления и он получил то что он получил но ситуацию он выправляет и уверен что ситуация выправиться еще раз потому что там центр слежения флота поэтому там сегодня находится самолет там видели ветра фсб почему потому что ну речь это системе военного управления и она для нас является определяющей определяющей вот такая ситуация поэтому я думаю что многие вещи они определяли в этом плане я вам хочу что ну вот так вот такая страна вот такой мир спасибо ваш бессонность и дальше